Добрый день, Иманул Елизаров снова с вами. Так рад вас сегодня видеть. Так вот, я с вами сегодня хотел бы поделиться историей про Рав Мадини. Это человек, который написал «Сдейхэмет». Это, ну, в принципе, энциклопедия еврейских вот этих слов и терминов. И Рав Мадини, он, когда был молодым парнем, он учился в Ешиве. И у него был друг, который, они были очень близкие, но, к сожалению, он очень ему сильно завидовал. И однажды он решил подло с ним поступить. Когда Рав Мадини, он хорошо учился, он стал уже выше всех учеников. Тогда этот ученик, его близкий друг, он подговорил женщину, которая была уборщицей в Ешиве, она была арабка, он подговорил, чтобы она вынесла слух, что Рав Мадини, этот молодой парень, это святилище, будущее святилище еврейского народа, он сказал «Да, я тебе буду платить деньги, и ты скажи, что ты с ним имела отношения интимные». То есть ты с ним имеешь интимные отношения. Для того, чтобы запачкать имя своего друга, он хотел как бы подняться наверх, таким образом запотоптать имя своего друга. На самом деле она это сделала за деньги, и вышло плохое имя. Конечно же, Рофишева не поверил этому, но он не мог никак доказать. Рав Мадини, молодой парень, он вынужден был уйти за этой ешиве, уехать из этого города, потому что про него стали очень плохо говорить. И он знал, что это неправда, конечно же. И окружающие тоже люди, близкие, знали, что это неправда. Но, you know, Лашонара — это такой juicy, тем более, ух, равен, смотри какой. Стали все говорить, и он не мог этого выдержать. Он уехал в другой город. Так вот, этот парень, он ежемесячно платил этой женщине. Рофишева, он узнал, что тут что-то неправильно, что-то нехорошо. Он взял и выгнал эту женщину с работы с ешивы. Она была арабка. И, конечно же, через некоторое время, когда Рав Мадини уже уехал, этот молодой парень, его друг, перестал платить тоже этой арабке. И он сказал, что mission accomplished. Теперь я самый лучший ученик Ешивы. Его близко нету. И, конечно же, она без работы и уже без экстра того, что платил другой ученик Ешивы ей. И она, desperate, решила найти Рав Мадини. Она поехала в этот другой город, где он жил, и она ему сказала, знаешь что, давай, я готова рассказать правду, что я не имела с тобой никаких интимных отношений, я тебя в жизни даже не трогала. Такой святой человек. Я наклеветала. И она сказала, я наклеветала из-за денег, потому что мне заплатил твой близкий друг. Пожалуйста, если ты поговоришь со своим родом Ешивы, и они дадут мне обратно мою работу, потому что мне нужна работа, у меня дети, у меня семья, я должна содержать как-то. Если ты вернешь мне работу, то я готова сказать правду, что я не имела с тобой никаких отношений, и просто была клевета, это была клевета твоего друга. Как бы мы поступили на ее месте, на его месте? Наверняка, да. То есть, вся правда сейчас будет узнать, все узнают всю правду, что произошло со мной, с моей жизнью, и я не был фро, то есть, я был прав. И вот тут, пожалуйста, доказательство, что я прав. Как бы я поступил, я не знаю. Но я скажу вам, как раз поступила Равмадини. Равмадини сказал, я ни за что не пойду, и не буду клеветать на своего друга. Даже не клеветать, а сквернить его имя. Я не готов, я не готов его унижать. Знаете, это unbelievable, это легко очень сказать. То же самое Иосиф, когда он хотел открыться перед своими братьями, он сказал всем выйти, всем страже, всем бельможам, всем министрам, всем людям, всем генералам, всем людям, которые были у него, в зале, он сказал немедленно всем выйти, потому что не мог уже выдержать, он должен был сказать, что он брат, что он родной брат, потому что он их, братьев своих, он постоянно говорил, что вы являетесь спайс, вы хотите, у вас нехорошие мысли. Он стал говорить, он стал говорить, как глава Египта, он был главой Египта, но они никогда не подозревали, что это может быть Иосиф. Иосиф выкнул всех, и он поблицал своих братьев, он сказал, идемте ко мне ближе. Если бы я был вместо Иосифа, я не знаю, что бы я сделал, но я бы не сказал, наверное, приходите ближе. Почему он сказал, приходите ближе? Потому что он сказал, пусть Бениамин подальше останется, выплетите ближе. Не забывайте, что сыновья Иосифа, один Иуда мог разгромить, одним, что если он топнет по полу, он может разгромить весь билдинг, я не знаю, как это возможно, но это были 12, 10 братьев, и два из них, тинейджер, с 13 лет, в Шимон и Леви, они разгромили, убили всех мужчин города, то есть весь город разгромили, два 13-летних парня, то есть это были, они уже взрослые, были в то время, это были серьезные шиватим, это были серьезные люди, они могли разгромить, что угодно, Иосиф поставил себя в огромную опасность, что они могли его убить за одну секунду, но что сказал Иосиф, выйдите все, я хочу остаться со своим братьям, братьям сказал, подойдите ко мне, чтобы Бениамин там сидел, я хочу с вами поговорить, и он сказал им, я Иосиф, он сказал это, он рисковал перед тем, как скажет, что я Иосиф, что они его убьют, у него не было рядом с ним армии, он был рядом, близко с ними, лицом к лицу, это было опасно, он сказал, лучше я умру, чем я буду унижать своих братьев перед своими подданными, перед своими министрами, Равмадиня сказал, мое имя уже осквернено, и все, уже все про эту историю забыли, если я сейчас снова вернусь, то все будут говорить об этой истории снова, и теперь будут осквернять имя моего друга, то есть унижать имя моего друга, он сказал, лучше я буду жить в этом позоре всю жизнь, чем унизить своего друга, который в принципе его унизил до этого, дорогие друзья, это не пустые слова, к чему я это говорю, Будьте очень осторожны в уважении своего брата, своей сестры, своей супруги, своих детей, своих родителей, своих близких людей и неблизких людей. Иногда мы шутим, не думая об этом, не думая о том, что сейчас я кого-то унизил, может быть этому человеку неприятно, может быть человек не понимает шуток, я бываю сам в этих ситуациях, и я прошу прощения, если я говорю какие-то нехорошие шутки кому-то, the point is, не унижайте никого сознательно, я, несознательно иногда бывает, но не унижайте кого-нибудь сознательно, пожалуйста, будьте осторожны, уважение друг друга. Рав Мадиний, когда он написал уже эту энциклопедию, книгу Stay Hamid, он написал там предисловие, когда эта женщина пришла ко мне, когда у нее стали спрашивать, откуда ты такой джинис, откуда у тебя такой, такие, такие, такой, такой knowledge of Torah, ты знаешь столько, откуда все это. И он ответил, тогда, когда эта женщина ко мне пришла, я сказал, я не пойду унижать моего друга, он сказал, тогда, эти самые океаны океаны of knowledge, я не знаю, как перевести сейчас, knowledge в голову не лезет, но моих познаний, океаны познаний пришли ко мне в это время. И он сказал, что я в это время познал, что такое, что и в это время, когда я сказал, что я готов взять на себя унижение, но не хочу никого унижать, тогда, дорогие друзья, Равмадини получил от Всевышнего подарок, вот это самое знание, вот это самая память, вот это самая любовь. Без рада шем, дай Бог, чтобы каждый из нас видел счастье своих детей, и без рада шем, я показываю вам тут бонус еще, вот, пожалуйста, животные, природа, God bless, дай Бог, чтобы каждый из нас, кто хахат, видел радость своих детей, God bless you and your families.